Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Толбаева Алиса Владимировна. Я учитель русского языка и литературы. В своем СССР я хочу поделиться методами и приемами, которые я использую на уроках русского языка и литературы для формирования функциональной грамотности. Эпиграфом к моему выступлению послужат слова великого педагога Константина Дмитриевича Ушинского. «Уметь читать в широком смысле этого слова значит «излечь из мертвой буквы живой смысл», говорил великий педагог Константин Дмитриевич Ушинский. Читать – это еще ничего не значит. Что читать и как понимать прочитано – вот в чем главное. Чтение – искусство. Каждый учитель литературы принимает это утверждение как данность. В наше время, когда интерес к чтению заметно погас, нам необходимо построить урок так, чтобы учащиеся не только овладели знаниями и умениями согласно требованиям программ, но смогли прикоснуться к слову мастера, увидеть и почувствовать его красоту, чтобы нашли для себя какие-то нравственные ориентиры, смогли не потеряться в сложной жизненной ситуации. Так как овладение читательской грамотностью дает возможность понимать и использовать письменные тексты, размышляя о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Поэтому для современного педагога важно, чтобы его ученики овладели читательской грамотностью, которая сегодня рассматривается как один из важных параметров готовности к жизни в современном обществе. Чтение – это процесс восприятия и смысловой переработки письменной речи. Чтение – это и процесс коммуникации с помощью речи. Цель читателя – преобразование содержания прочитанного в смысл для себя, то есть понимание. Поэтому на сегодня ставится очень важная задача формирования читательской компетентности учащихся. Какими же компетенциями в литературной сфере должен обладать учащийся? Первое. Общая культурная литературная компетентность. Восприятие литературы как неотъемлемой части национальной культуры. Второе. Ценностная мировоззренческая компетентность. Понимание ценностей, отраженных в литературе. Умение определять и обосновывать свое отношение к этим ценностям. Третье. Читательская компетентность. Способность к творческому чтению, умение вступать в диалог, автор-читатель, погружаться в переживания героев, понимание специфики языка художественного произведения. Четвертое. Речевая компетентность. Знание норм русского литературного языка, владение основными видами речевой деятельности. Пятое. Способность к написанию сочинений различных типов и литературных творческих работ различных жанров. Для достижения цели учитель должен рационально подбирать задания, использовать эффективные приемы и стратегии. Например, поисковое или просмотровое чтение предполагает нахождение конкретной информации, конкретного факта. В данном случае очень результативны тонкие и толстые вопросы. Работу с тонкими вопросами ученик может продолжать на творческом уровне, составляя кроссворды или сценарии игр. Толстые вопросы, придуманные учениками, впоследствии могут стать темой сочинения для самостоятельной работы. Также в своей работе особое внимание уделяют такому виду, как комплексная работа с текстом. Очень важны критерии отбора текста. Они должны быть интересными с точки зрения орфографии, отличаться стилем, типом речи, лексикой, содержать различные синтаксические конструкции. Интересно применение психологической ролевая игра шишляп мышления. Применение технологии шишляп мышления дает возможность не только передавать школьникам сумму тех или иных знаний, но и учить их приобретать эти знания, уметь пользоваться ими для решения новых познавательных задач, развивать способность к адекватной самооценке, критическое мышление, умение соотносить свои интересы с интересами других. При введении нового материала на этапе самостоятельной работы с учебником возможно использование стратегии работы с вопросником, чтение с остановками. Определить уровень осмысления текста можно при помощи стратегии «Синквейн-кластер». Применяя эти разнообразные методы и приемы в течение нескольких лет, позволило мне добиться следующих результатов. Повысилось качество знаний учащихся по русскому языку и литературе, увеличилась общественная активность школьников, разработка и реализация социальных проектов, повысился интерес учащихся к исследовательской деятельности в области литературы и русского языка, повысился интерес к предмету, увеличилось количество участников олимпиад, конкурсов различных уровней, хорошо развивается устная речь, совершенствуется умение работать с различной литературой. У каждого педагога есть свои секреты преподавания, благодаря которым обычный урок превращается в интересный диалог, в поиск истины.